Привет, это Даша. Здравствуйте, я Лидия. Это совместно прочитанные книги за марта месяца 2015 года. Их три. Начнём мы с Луизы Олгак, «Маленькие женщины». Совершенно изумительная книга. В первой сети познакомилась с детства. Мне подарили на родине моего отца журнал «Девичи». И там была первая глава из этой книги. И всё, прям, а-а-а. Мне уже тогда понравилось. Сейчас я тоже словила потрясающий просто кайф от прочтения всей уже книги. Мне безумно понравилось. Действие происходит во времена гражданской войны в Америке. Ну, куда там, юг, север, да? Вот. И повествование идёт об одной маленькой христианской, очень верующей такой семье. Прям вот не книга, а сплошная притча получилась в хорошем смысле слова. Безусловно. Она как бы вроде как и детская, да? Хотя нет, наверное, все-таки... Ну, деткам её тоже, конечно, можно её читать, но и взрослым. Эта книга, я считаю, вообще безвозрастная. Это точно. Её всем читать. Это просто идеальная семья, в моём понимании. Идеальное взаимоотношение. Такое понимание, взаимопонимание между матерью и детьми, дочерьми. Ну, и от суммы, соответственно. Вот просто вот всё это так преподносится. На все это. Ну, просто завидно. Правда. Правда. И действительно, с таким увлечением читаешь вот все эти... Не всё, конечно, гладко, у каждого свой характер, это само собой, но... Ну, если бы книга была бы гладкой, она была бы скучной. Ну, да. Так и не бывает, конечно. Я сразу, извиняюсь, что пробиваю, я вспоминаю интервью с Лукьяенко, у него с Пашей. Какие советы вы даете, можете дать начинающим читателям? И он сказал, что самое главное, это помнить о том, что главный герой не может быть идеальным. У него должны быть недостатки априори. Идеальных людей не бывает, соответственно, у литературных персонажей тоже. Смотря с какой стороны, посмотрите, опять же, на какие-то недостатки. Может быть, с другой этого вовсе и достоинство. Но вот меня поразила, прежде всего, воспитанная в детях доброта, милосердие просто невероятное. Мне вот, кстати, помню твою фразу. Я вот как в детстве, первую главу только, когда прочитала в журнале для девочек, и вот как сейчас уже, я поразилась, там есть такой момент, не пугайтесь, это не спойлер, когда мать дали своим дочерям один и тот же подарок, это Библия. Но они все разного цвета, и то есть у каждой был тот цвет, который ей нравится, который ей подходит. Мне этот момент очень умелел, такой нюанс. А вот это вот, так сказать, воспитанное тоже поставлено так, что они захотели вот именно совершенствоваться. То есть каждый понимал, что вот это у меня не тот. Это был гениальный воспитательный момент. Это путь пилигрима. Не заставлять, а направить. Психологи так работают, они не решают проблемы своих пациентов, они их направляют на то, чтобы они сами поняли и пошли по этому пути, по-нужному. Да, это вот невероятно. То есть вот это вот терпение, настойчивость, понимая, что не все получается, тут ленюсь, тут не хочется, но надо. И тут это просто вот поразительное, поразительное, девочки. Да, пойдем дальше, тут у нас тянется. Вот совершенно восхитительная книга моего любимца Крапивина, называется «Бабушки, внук и его братья». Меня сейчас очень поймут любители творчества Крапивина. Очень похоже на сочетание двух его повестей. «Журавленок и молнии» и «Синегородный садо». Прям очень много общего. И это хорошо, потому что эти повести одни из моих любимых. Такая вещь очень, ну, Крапивина всегда уделяла внимание таким острым моментам, как гибель детей и подростков, ну, и молодых совсем мальчиков, 18-летних на никому не нужных войнах. И, ну, здесь это более остро подано, прям так вот сильно-сильно сделано. Молодец, мужик. Это из всех, как помнишь, я говорила, когда я читала «Пикуля», и когда читаешь, походу бежать и морду бить. Так вот и здесь тоже так подано, вот просто емко и так остро, что тоже хочется бежать и бить морду, извините, за эти бессмысленные войны, за гибель наших детей. Кошмар. Ну, в общем-то, все книги, конечно, Крапивина вообще изумительны. Да, но в данном случае прям очень все гораздо острее было сделано, больше сделано удалений и расстановочек таких акцентов. О настоящих пацанах, так говорят, всегда. Вот это всегда подкупает и восхищает. Как вы эту фразу по-пацански сделал? Пацан сказал пацану, вот-вот-вот. Да, да. Вот это они, практически все книги, и это не исключение тоже. Это он мне нравится, прям, Гришка. Лопочка, лопочка. Ну и последняя книга, не столь радужная, как предыдущие две, потому что она называется «Последние дни царской семьи». Не совсем название «Последние дни царской семьи», я бы это назвала объективной точкой зрения на вещи, которые предшествовали окончательному развалу монархии, собственно, 17 июля. Потому что «Последние дни царской семьи» подразумеваю, что вот вязали семью куда-то в плен, и описывается их быт. Вот, здесь нет, не то. Книга написана тремя писателями. Это у нас Александр Блок. Все знают, кто такой Александр Блок. Я вообще удивилась такой ипостаси. Значит, Вильтон и Данилов. Вот я когда прочитала часть блока, который писал именно о состоянии власти, общества, накануне переворота, вот такой объективности я никогда ни у кого не видела. Даже у Куина и Лопатина. Я даже не подозревала, что можно столь непрезято отразить происходящее в то время. Вильтон – это иностранный поданный. Именно он наблюдал все это. Он рассказал. И сначала он мне нравился. Но под конец он скатился на какие-то религиозные мотивы. Вплоть до того, что Германия сидела секта черных магов и колдовала против российской власти. Они не чужды были всегда и потом. Я слышала версию о том, что природ был совершен на немецкие деньги, но чтобы кучка магов сидела и плела порчу наводила монархию. Мне кажется, для объективной передачи информации это как-то слишком субъективно. А так мне чувак понравился. Ну и последний. Данилов – это, собственно, он был лично знаком с императором. И вообще был близок от Варуэлл. Он рассказывает уже, собственно, субъективно передает то, что… Нет, как это было. Да, как это было. Отречение от престола, как родилось. Он всех оправдывает. Всех. Начиная с царя, разумеется, и заканчивая какими-то людьми, подданными Николая Второго, о которых сейчас говорится отрицательным. В отрицательном ключе он всех оправдывает. Вот. Книга хорошая. Нет. Эзюмирую. Правда хорошая. Я, как уже всегда говорила, подобного рода документальная всегда с опаской, потому что боюсь субъективизма и неправильно. Но здесь вот с удовольствием прочитала. Ну, блог-то основывается… У него субъективного там и нет. Вообще ничего. Там только документы. То есть переписка, указы, решения. Все это документы, документы и документы. Очень скрупулезно так. Немножечко, может, это скучновато, но тем не менее… Я не нашла это скучно. У меня перекликается вот с Аждановым. Вот ты говорила, что он ненавидел Николая Второго. Но вот у него, кстати, один в один, вот все документы, те, которые приводят блог. Нет, но блог их подает в объективном ключе, а Ажданов прикопался. Нет, ну, он, может, высказывался, конечно, но документы у него те же самые. Он прикопался, он обкакал его. Ну, что ж теперь. Ну, Вильтон тоже, он как бы представляется другом русского народа. Он много лет прожил в России. Да, 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 он любил очень сильно Россию. Да, он не понаслышке, так сказать, все это. Он сам видел… И последствий на наблюдатель. Он проехал из конца в конец, кстати, до Владивостока, потом в Маньчжурию и дальше все это. Да, в начале мне очень нравится, меня смутил только вот этот момент в конце. Ну, мало ли. Его рассказы, а потом я уже сказала, что… И потом, вот, он знаком с материалами головного дела, что ценно. То есть у него была копия… Да, 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 да. Это… Молодец, хорошо. Что расстрел, и вот мне подкупает его, так сказать, пересказ как бы со слов свидетелей, уцелевших, в то время еще живых, в том числе исследователей. Вот быт, так сказать, и как это было, то есть как их привозили, чем это было вызвано. И собачек жалко. Там, оказывается, расстреляли вместе с людьми и собачек. Ну, никого не жаляли, ничего уж тут. Ну, и Данилов тоже мне понравилось, хоть ты говоришь, что это не больно. Ну, он вот непредвзято как-то, он пересказывал, как оно было. Меня немножко смутило, что он всех обрадовал. Ну, тем не менее, с его точки зрения, потому что… Мне кажется, он тут немножечко кривил душой, я просто хотел… Он просто пересказывал, ну, в частности… Он просто хотел ставить добрую память, а… Ну, в частности, вот, коль речь идет о Николае Втором, не так уж часто он его видел, то есть приглашался не так уж часто, как работник генерального штаба. Ну, тем не менее, несколько было, и вот я вот никогда и не читала, то есть в сам момент он описывает это тречение Николая, чем это было вызвано и как это… В общем-то, сам факт тречения, так сказать, это же в истории, можно сказать, ну, раздавал и общался. Никто по своей воле, так сказать, с трона не уходил, будем так говорить. А как же Амрис Кирилл? Ну, Креза, который женился там… Да, на американке, вот он мне тоже пришел. Больше нет, либо убивали, либо, значит, сражались до последнего. А здесь вот ситуация создалась такая, я бы не сказала, что она была такая вот угрожающая, да, забастовки, да, непростая. Ничего себе. Непростая, конечно, но вот чтобы отречение, тут еще и торговля такая, то есть, или мне оставите сына, я отрекусь. Нет, сына не оставим, тогда пусть Михаил, потому что без сына я никак тут, его отношения вот к детям и… Ну, вот, быть против, чтобы оставался Алексей при Николае, потому что… Это влияние, да, ну, конечно, влияние. Мне понравилось, конечно, я задумался. Хороший личный книг. Ну, и все. Надо, скажем, сник. До свидания.